И я прежде всего, и это, наверное, самое главное содержание моего выступления, хотела бы выразить почтение, уважение, восхищение работы Центральной избирательной комиссии и всей системы избирательных комиссий Армении. Перед ними поставлена была, как говорил Ленин, архисложная задача, и они с ней, на мой взгляд, успешно справились. Кроме этого, я хотела бы еще выразить восхищение избирателями Армении, которые все-таки, несмотря на определенные, скажем так, моменты, которые задевают их личную жизнь, содержат вмешательства в их личную жизнь, разглашение их частных данных, они пришли на избирательные участки и поддержали этот избирательный процесс. У меня нет никакого сомнения в честности данного результата. Однако сразу же могу сказать, что законодательство все-таки содержит определенный перекос. Оно лоббирует, прежде всего, интересы тех, кто приходит к власти и совершенно не учитывает те сложности, которые возникнут в работе избирательных комиссий, то есть тех, кто организует выборы, и, конечно же, самих избирателей. Это вот и непринятие мер по созданию безбарьерной среды для лиц с ограниченными физическими возможностями, это вот отказ от института голосования на дому, ну и, прежде всего, разглашение личных данных, сканирование не просто списков, но и личных подписей граждан. Это, по сути дела, контроль за тем, кто принял участие в выборах, причем этот контроль может осуществлять любой человек, в том числе руководитель данного лица. И это, на мой взгляд, является каким-то моментом, который вызывает определенную тревогу. Сразу же могу сказать, что если бы я была избирателем при данных условиях, я бы еще подумала, а принимать ли мне участие в выборах, потому что меня бы не устраивали эти моменты, например, о которых я сказала. Вместе с тем процесс прошел очень гладко. Сразу же могу сказать, что законодательство настолько регулирует технически все процедуры, процедуры как участие в выборах, регистрации избирателей и подсчета голосов, что сводит на нет и сведет на нет, наверное, скоро роль наблюдателей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова